С 2018 года волонтеры молодежки работают в зонах чрезвычайных ситуаций по всей России. Как отмечает координатор региональной команды, все начиналось с добровольцев, парней крепкого телосложения. Они разбирали завалы и аварийные объекты, оказывали нуждающимся помощь по хозяйству. С тех пор выросло не только количество участников движения, но и масштаб их действий. Поэтому в рядах волонтеров возникла потребность в квалифицированных специалистах. Все началось с Иркутской области. Тогда я еще будучи студентом колледжа, юридического факультета, понял, что те профессиональные знания, которые мы получили на парах, мы можем их применять и показывать все-таки облик добровольца, волонтера, что это не тот человек, который шарики в небо запускает, а все-таки это профессиональный человек, который может оказать ту или иную помощь. Буквально только за это лето мы посидели две зоны ЧАЭС. Это Республика Крым после летнего наводнения пострадало большое количество жилья. И после чего мы выехали, вот буквально недавно вернулись с ребятами с Республики Саха-Якутия. После летнего пожара мы помогали восстанавливать пострадавшее имущество и так далее. Юристы у нас восстанавливали документы, психологи работали с местным населением, а физическая помощь мы сначала убрали все, что погорело, и начали выстраивать новое. Ликвидация последствий катаклизмов лета 2021 года показала, что пройти обучение работе в чрезвычайных ситуациях необходимо всем волонтерам. Поэтому МЧС Татарстана вместе с Казанским федеральным университетом проводит трехмесячный курс подготовки общественных спасателей. Медицинские курсы проходят раз в неделю. Это вполне достаточно для того, чтобы осветить абсолютно все темы по оказанию первой помощи. Проводится лекция подробная. Параллельно с лекцией преподаватели сами показывают какой-либо навык. А далее в нашем институте есть все для того, чтобы отработать это. Манекены, огромное количество расходного материала, например, бинты. Ребята просто даже не выстраиваются в большую очередь, потому что всего хватает. Татарстан стал первым регионом, где проводится обучение волонтеров молодежки. В дальнейшем этот опыт будет использован для налаживания практики на федеральном уровне. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.